Ну и так, товарищ Артём, Донецкая Республика, всё это в 18-м году носило такой ярко выраженный классовый характер. А вот сейчас, судя по всему, судя по тому, что, по крайней мере, сказал Тимур Олевский, те, кто выступает за независимость Донецкой области, а возможно и других восточных областей, это всё представители, скажем так, либо интеллектуальных классов, либо примкнувшие к ним. Возможно, это вообще не всегда жители Украины. Вот что в этом случае думает рабочая косточка? То есть, собственно, те, с кем всегда идентифицировали Донбасс. У нас на прямой связи представитель профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Николай, добрый день. Добрый. Вот скажите, пожалуйста, ваши люди там... Если он только добрый. Вот ваши люди, шахтёры, я не знаю, люди тяжёлого труда, они вообще с какой стороны сейчас находятся? Они каким-то образом участвуют в событиях вокруг администрации, в штурме? И с какой стороны, если участвуют? В осаде? Шахтёры работают. Просто работают. Они не участвуют в этом бедламе. Просто-напросто. Они не поддерживают сепаратистов. Три профсоюза у нас в угольной отрасли. И они приняли решение, идентичное, что на шахтах шахты должны работать и соблюдать спокойствие. Власти сами разберутся. А по поводу сепаратистов, которые захватили оба администрации, ну я вам хочу сказать открыто. Всё это происходит при полном попустительстве местных властей. Местных. Полное попустительство и поддержка. Нам этот бардак не нужен. Николай Александрович, а кто является хозяином шахты, на которой вы работаете? Я сейчас на шахте не работаю. Я председатель независимого профсоюза горняков Донбасса, который объединяет 12 тысяч членов профсоюза. Наши организации находятся в Луганской, Донецкой областях. Я часто бываю на шахтах и разговариваю с людьми и объясняю им, что сепаратизм нам не нужен. Что шахт в Ростовской области нету, было 64. Осталось 3, которые принадлежат Ренату Леонидовичу. Ахметову. Шахт нету. И ближайшая шахта будет, если сепаратисты победят в Воркуте. Ближайшая шахта. А у нас, слава богу, работает порядка 200 тысяч шахтеров. И если эти шахты будут закрыты, куда этих людей девать? То есть вы предполагаете, что в случае реализации сценария президента России шахты будут закрыты? Вы хотите знать правду? Да, именно поэтому вам и позвонили. Пусть и добры слушайте. Если хотите знать правду, что здесь происходит. А не то, что там вам рассказывают. Там в основном поддерживают. Якобы в России будет хорошо. Из-за того, говорят, пенсии там большие. То есть халявщики, которые хотят больших пенсий, но ничего не делал, не заработал этих пенсий. Этот тягарь ляжет на плечи жителей России. Потому что если, опять же говорю, сепаратисты победят, у России будет такая головная боль, что Крым это будет цветочки. Николай Николаевич, пожалуйста, а вы знаете, кто все-таки, если шахтеров там нет, рабочих там нет, кто все-таки те люди, которые выдвигают народных губернаторов, провозглашают Донецкую республику? Вы знаете город, кто это вообще? Там замечены гопники с Красноармейска, с Горловки, привозят. Там замечены российские туристы. Я общался с некоторыми. Говор сразу выдает. Наш украинский и русский. Есть разница большая. Туристы вы имеете в виду туристы в погонах? Нет, туристы, они как в погонах. Туристы в Гражданском, которые приезжают с ближайших районов России к Украине прилегающие. Ну вы как поняли, это партийные эмиссары или это спецслужбы? Кто это, вот по разговору, как вы понимаете? Еще раз повторите. Ну вот как вы понимаете, это какие-то партийные эмиссары или это инструкторы из спецслужб? Вот как-то, что они говорят? Они говорят о том, что войска нужно вводить. Это в основном деклассированные, которые обездоленные, за любую денежку готовы и мать родную убивать. И идти драться. Вот это кто? И если бы у нас местная власть работала, то этого бардака не было. Подавляющее большинство населения. Население хочет спокойствия. А народ у нас говорит, хватит. Хотите жить в России? Чемодан, вокзал, Россия. Мы будем строить новую Украину. Местная власть боится люстрации. Боится. А мы хотим жить. А Николай Николаевич, а скажите, пожалуйста... Народ стоял на Майдане. На Майдане стояли налогоплательщики. И много наших членов профсоюза, нашего профсоюза, были на Майдане. Мы защищали себя, свои семьи. И хотим жить в нормальном, нормальном государстве. И последний вопрос. У нас просто эфирное время ограничено. Последний вопрос. Николай Николаевич, могут ли возникнуть условия, когда профсоюзы, которые пока молчат и не выходят на улицы, могут принять участие уже в уличных событиях? Или до этого не дойдет? Я все буду делать для того, чтобы на шахтах было спокойствие. Чтобы не было вот этих беспорядков, которые очень хотелось нашим соседям. Я этого не хочу. Если российские матери хотят, чтобы было кровопролитие, наши не хотят. И я призываю всех все сделать, чтобы это прекратилось. Да, спасибо большое. Это был председатель профсоюза городиков Донбасса Николай Волынко. Честно говоря, такой позиции я не ожидал.